Всем привет, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV. Меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение Ведьмака. Третья часть. Дополнение. Кровь и вино. Ну что ж, поехали. Получается, нам нужно сдаться в полночь и найти поляну в лесу. Так, давайте мы тогда сразу, наверное, полночь дождёмся, правильно? А, не то. Потому что я помедитирую, чтобы восстановить после восстановления здоровья зелья, и птичка улетела. Эх, ну, плохое предчувствую меня насчёт этой девушки, почему-то. Ещё одна пантера. Да что, сколько у вас тут, а? Хотя вот это вроде стоит, сон, вообще... Она, походу, забаговалась. Ну ладно, давай, Герать, не будем её трогать. Раз она забаговалась, я её трогать не буду. Так. 200. Блин, нифига себе далековато. Давайте я, наверное, доеду уже, так, вне кадра. Так, ну мы почти на месте. Дождаться полночь и найти полянку в лесу. Собственно, нам осталось только найти полянку, и всё. Вот он, лес. Вот и полянка, да? Может, нам получится с ней как-то пообщаться? Чтобы не убивать её сразу прям. Вроде как они же разумные существа, правильно? Может быть, она вообще не Брукса, может быть, она какая-нибудь жаба. Сейчас в жабу превратится. Она птица. Мог бы и догадаться, извините. Значит, всё-таки ты не Брукса. Она хочет биться, что? Что завершилось? Ты ведьмак. Тебя наняли меня убить, верно? Не-не-не-не. Так что сделай это сейчас. И побыстрее, прошу тебя. Я не стану сопротивляться. Чё смеяться-то? Ведьмаке охотится только на чудовища. И то не на всех. Ты не чудовище. Кто-то, кого коснулось проклятия. Так, ну давай, наверное, так. Скорее всего, ты была проклята. Ещё не знаю, кем и почему. Но надеюсь это узнать. Подожди, я не понимаю. Раз никто не давал на меня заказы, то откуда этот интерес? Гильём тебя натравил? Он хотел помочь. И попросил меня об услуге. Но если я могу тебе помочь, я и сам сделал бы это с удовольствием. Почему я должна тебе доверять? Мне доверяет княгиня. Я тоже вырода. И такие случаи для меня хлеб насущный. Выбирай, что больше нравится. Ты не используешь мою историю против меня? Пообещай, что никому не расскажешь. Клянусь цаплей. Ну, давай так. Я сохраню тайну. Клянусь цаплей. Ты играешь со мной. Нет, просто ты просишь слишком много гарантий. Хочешь помощи? Доверяй мне. Я не выдам твои тайны, если только не посчитаю, что следует кого-то в неё посвятить. Хорошо. Я повторю, что мне когда-то рассказывала мама. Когда она носила меня под сердцем, они с отцом часто проводили время на опушке леса. на этой самой поляне. Мама обожала пение Иволги. Гладила живот и говорила, как бы я хотела, чтобы моя доченька была так же прекрасна, как эта птица. жил. Но в лесу жило существо, которое завидовало счастью моих родителей. Однажды оно явилось и сказало, что весь лес принадлежит ему, и никто не смеет здесь радоваться без его соизволения. Чудовище захотело платы, а когда родители сказали, что у них ничего нет, ответило, что заберет их нерожденную дочь. Родители описывали это существо? Они называли его нимфой, рожденной в чаще леса, без матери и отца. Но когда все началось, я была слишком юна и несчастна, чтобы расспрашивать. Что случилось потом? Сначала ничего. Я родилась обычной девочкой, и родители забыли об этом происшествии. Но когда мне исполнилось 15, начало проявляться проклятие. Сначала только в полнолунии. А теперь дошло до того, что даже днем я использую магическую мазь, чтобы выглядеть обычно. Поэтому я подумала, что мой секрет раскрыт, и тебя наняли меня убить. На самом деле, когда я шла сюда, я уже примирилась со смертью. Может лучше умереть, чем обратиться навсегда. А я думаю, что грозит мне именно это. Судя по всему, судя по длине данного квеста, здесь, возможно, будет несколько концовок, поэтому надо будет быть внимательным. Просто вспоминаю квест из-за обороны, там же тоже получается, довольно-таки квест был длительный, и финалы, там, по-моему, три финала, если я не ошибаюсь. Два из которых, в принципе, весьма-весьма прискорбны. Ну-ка. Ну что ж, попробуем помочь, конечно же. Возможно, проклятие получится снять. У меня был случай с бароном, которого обратили в Баклана. Я смог полностью его излечить. И ты смог бы сделать то же самое со мной? Ничего не обещаю. Твой случай очень сложный. Ты была проклята еще до рождения. Кроме того, как ты говоришь, симптомы прогрессируют. Можно попробовать перенести это проклятие на другого. Что? Это исключено. Я не стану подвергать опасности невинной жизни. Это единственный способ? Единственный, абсолютно безопасный. Значит, есть и другой? Так, ну давай так. Есть и другой. Древний ритуал с использованием яйца Иволги. Он должен навсегда освободить тебя от проклятия. Но может иметь для тебя очень серьезные последствия. Последствия? Какие? Чары наложили еще до твоего рождения. Ритуал перенесет проклятие с тебя на невылупившегося птенца Иволги. А ты освободишься. Но возможно, ты проживешь ровно столько, сколько обычно живет Иволга. Семьи? Понимаю. Не бывает розы без шипов. И счастливого конца тоже не бывает. Но я даже о таком не мечтала. Идя сюда, я была готова к смерти. А ты хочешь дать мне семь лет настоящей жизни. Это нетрудное решение. Я согласна. Конечно, согласна. Без колебаний. Понимаю. Но пока рано принимать решение. Подумай еще. Подумаю. Меня, наверное, уже ищут на турнирном поле. Возвращаемся? Ну, давай вернемся, что-нибудь оставаться. Да, давай вернемся, но разве ты... Ах, правда. Не могу же я появиться там в перьях. Подожди минуту. Тебе платье сразу появится? Или как? Или мне отвернуться? Интересно. Какое-то магическое озеро, что ли? Опять. Опять жопы. Что ж такое-то? Не, ну я, конечно, не против. Правильно. Прикрой срам. Ты можешь контролировать свой облик? Нет, но я обнаружила, что вода из этого пруда помогает. Действует недолго, но всегда. Ах, интересно. Интересно озеро. Пойдем. Пойдем, пойдем. Семь лет. Семь лет в человеческом облике. Так-то это немного, на самом деле. Ты что-нибудь узнал? Да. Ну так говори же, ведьмак. Я с ума схожу от беспокойства. Что с ней? Ну я и пообещал не говорить. Она просила меня сохранить тайну. Но я желаю для нее только лучшего. Может, я смогу как-нибудь помочь или хотя бы утешить ее. Мне поразило сильное проклятие. Блин, я и обещал никому не говорить. Хотя, конечно, сказал, что я там немножко поправочку сделал, но... Левиена открыла мне свою историю по секрету. Я поклялся, что никому ее не повторю. Но я же не абы кто. Я бы все для нее сделал. Это я попросил тебя ей заняться. Ты не можешь меня вот так отстранить. Мне очень жаль. Думаю, со временем Левиена поймет, чем тебе обязана. А пока что просто запомни, не весь мир вертится вокруг тебя. Не смей меня поучать. Не такой помощи я от тебя ожидал. Еще и место свое уступил тебе на турнире. Теперь вот жалею. Ты вообще состязаться собираешься? Или ты договорился с Левиеной у меня за спиной до турнира тебе и дела нет? Какое оно? Так, нет, турнир я, конечно, закончу там. Я не меняю принятых решений. Я приму участие в последней схватке. Левиена все равно занята до конца турнира. И верно. В таком случае встреться с остальными рыцарями из твоей дружины. Они сейчас у входа на арену недалеко от учебного поля. Понял. Спасибо. Хотя, конечно, можно было бы ему рассказать, как заказчику. Но, опять же, я не знаю, все-таки пообещал. Все-таки надо сдерживать обещание. Вот. Если она захочет, она и сама могла бы ему рассказать, правильно? Мы уже знаем состав обеих команд. Я капитан твоей. Это значит, что во время боя ты должен слушать меня. Ясно? Дружину противника поведет Пальмерин Деланфаль. Этим боем мы вспоминаем битву 218 года под Лисими Ямами, когда разбойничая Ватага Южан под началом Халара Бурова напала на Тусен, а рыцари отбили атаку. И тем создали прецедент. С той поры странствующие рыцари стерегут границы княжества. Пальмерин вытянул короткую соломинку, значит, его дружина будет за варваров. Вопросы есть? Нет. Не думаю, что ты нам хоть на что-нибудь сгодишься. Ты понятия не имеешь о рыцарском поединке. Но постарайся не мешать. Время пришло, судари мои. Берем оружие, выходим на арену. Слушай, синий, я тебя сегодня зарежу нафиг, если ты так будешь дальше себя вести. Вроде мы с тобой все порешали, разве нет? Арена представляет командные бои. Покажут две дружины умения свои. И мира здесь не будет, пока одна из них на землю не повергнет. Незнакомая арена. Кому же добродетель в сражении не указ. Пускай навеки проклят, тот будет сей же час. Ё-моё. Раз я о всём об этом уже поведал вам. Хочу почтить приветом цветник прекрасных дам. Эта битва решит, кто сойдётся в финале. Остальным же в удел суждены лишь печали. Так, ну что, бой предстоит нам, походу, непростой. И начинаем! Более время... Победите дружины противника, результат вашей команды 5 из 5, результат команды противника, так, ладно. Э, нельзя, но это понятно. О, наш старый друг. Тихо, тихо, э. Где там, мать её, эта дружина, блин? Ух ты. Ой-ой-ой, пропустил. Оп, тихо Блин, я путаюсь, кто из них кто Опа Хорош Да, блин, чё так На Давай, 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 давай Смотри, какой, а Отходим Хе-хе-хе Опа Ух ты Тихо, тихо, тихо Чё-то мои все послевались уже Офигеть О, оу, оу, блин Жестоко Чё-то мои какие-то рыцари какие-то Ага Будут биться за титул во славе рождённой Сударь Геральт С сильнейшим не смирится силой Хоть надежд было много Очков не хватило Ногу свои дать А все те, у кого уже сил не осталось Ждут шатры и напитков божественных Сладкость Ага А переиграть я могу же? Ну, только получаться с сохранёнкой, что ли? Как-то это не очень Не, я должен выиграть Как так? Я хочу там этот меч получить Какой-то Здравствуй, госпожа Ты решилась? Да Я не изменила решение Я никого не хочу подвергать опасности А потому выберу способ с яйцом Если нужно яйцо Иволге Я знаю, где его искать На моей поляне есть гнезда Погоди минутку Можешь объяснить, в чём заключается реплан? Да, но У твоего шатра вдруг выросли уши Покажись, Гильон Я слышу, как ты дышишь Я знаю, что это ты Ладно, пусть им ситуацию как есть Проиграли, так проиграли Это личный разговор Геральт, что это значит? Ты с ним что-то замышляешь за моей спиной? Блин, я даже не знаю Но лично я ничего не замышляю Ничего я не замышляю Это он меня нанял Но дело касается тебя, а не его В любом случае я его не приглашал Я очень удивился, что он пришёл Я здесь, чтобы служить тебе, госпожа Я к твоим услугам Я сделаю всё, что ты пожелаешь И что, это всё? Всё, что ты можешь сказать? Ну, собственно, да А чё ещё надо? Ты сделаешь всё, что пожелаешь? Хорошо же Слушай Ты выйдешь сейчас из этого шатра Развернёшься к северным рубежам княжества И будешь бежать, пока турнирные поля Не скроются из виду Вернёшься ты лишь тогда, когда остынешь И навсегда оставишь меня в покое Ты понял? Грубо Госпожа Но Твоё несчастье Я хотел Потому как ведьма Прочь Сейчас же Чё-то как-то Не туда появился Ты говорил, что я могу тебе доверять Я не сказал ему ничего, кроме того, что он и так знал Он тебя нанял Ты должен был отчитаться перед ним Но это не его дело, Геральт Это моя жизнь Отчитаться-то должен был, но я не отчитался, ведь правильно Чё-то я на какой-то финал её бы нехороший Верн Не слишком ли быстро ты отвергла его помощь? Без него мы не проведём ритуала с отражением в воде Для него нужен тот, кто по доброй воле примет на себя твоё проклятие Неужели ты думал, что я соглашусь на подобное? Нет, Геральт На лужайке ты говорил о ритуале, который не требует участия восторженных рыцарей Я бы хотела воспользоваться им Окей, тогда надо яйцо Надо поискать птичье яйцо Лучше всего яйцо и волки Ритуал сам по себе не сложен, но я тебе говорил, какие будут последствия Ты всё ещё хочешь этого? Да Я видела гнездо на лужайке, где мы разговаривали Но прежде чем мы пойдём, скажи, что станет с птенцом? Нам придётся разбить яйцо Шо, тебе птенцов жалко теперь? Не всех ждёт счастливый конец, ты сама говорила Вот выбирай, либо яйцо, либо человек Третьего не дано Взяла, отшила парня, который втюрил в неё по самой не хочу Причём ещё да так отшила Интересно, мог ли она это повлиять, чтобы она у неё отшила? Хотя, может быть, она его отшила для его безопасности Так, может быть, его бы использовали всё-таки А так нет Ладно Ну, пришли, так пришли Это же хорошо, подожди Я сяду поудобнее Пойдём Попробуем тебя расколдовать Нет Гнездо нашла пантера Отойди Я этим займусь Плохая пантера Оу Ну-ка, иди сюда Я тебя сейчас под хвост Напихаю мечей Бляха, ну-ка Тихо-тихо Да отцепись ты от меня, кышка Да как так-то ты? Ещё и урон наносит, блин Через щит Да ты посмотри на неё Я удар бью, когда она после удара Она тут же мне отвечает Ну ты гонишь, что ли, или нет вообще? Это нечестно Ты нечестная кошка вообще Я тебе, сука, сейчас когти вырву Будешь только своими лапками, блин Максимум только гладить будешь Пипец, это бред какой-то Полнейший, блин Я ей удар делаю Она, блин, после удара Тут же моментальный удар ещё делает И через щит пробивает Ну, через этот Защиту Магическую Ведьма ещё, блин Это вообще не прикольно Это вообще нечестно Она, походу, яйца объелась, что ли, этих Сильная какая-то стала Пошли Ну-ка, иди сюда Я этим займусь Ты что, паскуда? Тихо Ах ты На О Тихо, Геральт Не-не-не Не жадничаем Вот и всё Ну ты понимаешь, что и будет Она мне тут ещё Когти себе показать Валена, мох Сними Всё хорошо Но одно треснуло Оно годится Это лучше, наверное, целое взять На чём дверечка А, ну ладно Даже птичек жалеет Что мне делать? Ты уверен, что хочешь Ну, я думаю, наверное, не будем спрашивать Стоточиться и повторяй за мной Соберись Держи яйцо и повторяй за мной Ну, я, я хочу А, ну да Ну, я знаю Не гандирал Мой 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 Пенерац. Моанна гендерац. Моанна пенерац. Надо было хоть простынку взять, что ли? Ну, заклятие вроде сняли. Сейчас их найдут, потом еще подумают, что-нибудь не то. Зараза. Гераль, смотри, смотри. Боги, я смогу ходить на балы. Я поеду в Аксенфурт или даже в Новиград. Ну да. Спасибо, ведьмак. Благодари гилье. Это он меня занял, чтобы тебе помочь. Ну да, а ты его так грубо отшила. Да. Ему я тоже благодарна. Ты передашь ему, хорошо? Ты хитрая такая, сама передай. Ты же сама должна это сделать. Может, лучше ты сама это ему скажешь? Может, и лучше. Но мне бы и не хотелось. Пожалуйста, передай ему мою благодарность. Вообще-то это несправедливо по отношению к парню, получается, и Геральт ему не рассказал, и она его... Короче, мне почему-то жалко, пацана. Ну что ж, у меня теперь есть 7 лет обычной жизни, обычной такой вот человеческой жизни. Где эта кошка, блин? Сука, заберу, чуть я не оставлю. Так, вернулся Гильеомон. Давайте вернемся к нему. С ним уже пообщаемся, расскажем ему что да как. И все. И данный квест мы выполнили. Квест, на самом деле, очень-очень классный. Мне он очень понравился. Надеюсь, вам так же помогли. Квест длинный. Ну, в общем-то, хороший финал. Правда, ну как хороший, еще бы, если бы они, наверное, были бы вместе, было бы лучше. Хотя, я не знаю, можно ли было этого достичь, но... Ну, ладно. Главное, мы сняли проклятие с девушкой. Ну, а там уж, может быть, у них что-нибудь да и когда-нибудь сложится. Что-то я, по-моему, как-то не туда... Куда-то не туда я пошел. Давайте быстренько доскочим уже туда-туда-туда. Так, ну все, я доскакал. Как вы можете видеть, я поменял оснащение плотвы. Теперь она у нас вот так вот выглядит. Ну, и коль мы уже просрали состязание, к сожалению, конечно, можно было бы переиграть и... Ну, ладно. Будем, как говорится, честными с игрой. И именно в данном моменте я не буду переигрывать. Конечно, там наверняка какой-нибудь стоящий был меч. Классный, там, офигенский. Всем мечам меч, но... Будем честны. Просрали, так просрали. Ладно, теперь одеваем свое. Кстати, оцените, доспехи хуже, причем намного. Ну, я все же буду в школе кота ходить. Я еще и мечи снял. Так. Оружие. А почему это оружие здесь? Для заданий, да? Ой, а где оно? Эээ. Я не понял. Куда мой меч делался, который я таскал до этого? А, вот он, все. Потерял его. Все, ну так вот как-то пусть будет. Так, ладно. Пойдем расскажем парню, что она там благодарит его. Ну, это, конечно, опять же не честно. Правильно, отшил его. О, еще один. А если победит друг? Геральт, что с Вивиенной? Я снял проклятие. Правда? Теперь все будет хорошо? Она поправится? Она просила передать тебе спасибо. Благодаря тебе она может жить нормальной жизнью. Хорошо. Но что с ней? Ммм... Давай так. Вивиена выбрала то, что хотела. Теперь она свободна. И мне кажется счастлива. Без меня? Ты помог ей, но это не значит, что она должна была тебя полюбить. Как любит говорить мой знакомый поэт. Если кого-то любишь, позволь ему улететь. Знаешь что, Геральт? Вот, возьми план, ты ее заслужил. Оставь свои советы при себе. Прощай. Ну, что ж тут скажешь. Человек, который не принимает отказов, походу. Ну, если уж она его не полюбила, что ж тут поделаешь. Или он хочет по принципу слюбиться-стерпиться. Что ж, друзья, давайте на этом, пожалуй, закончим этот великолепный квест. Мне очень понравился. И, собственно, на этом... Ой, на этом сегодня все по Ведьмаку. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами увидимся в ближайших сериях, в других играх. И всем пока.